На улице зима. В Москве, кстати, сегодня выпал снег. Понятно, что мы снимаем заранее, но знаете, какое мое было удивление, когда я проснулся, глядь в окно, а там снег. Ура! В Москве наконец-то пришла, вернее, наступила зима. Поэтому зимнее вкусное домашнее блюдо должно быть на столе. Начнем вот с чего. Я вам уже тысячу раз говорил о том, что очень круто дома держать кофемолку, маленькую, стрёмную, обычную, за 1200 рублей или 1500 рублей. Кофемолка вот такая вот. Она без бренда, она такая, ноу-нейм. Во-первых, у меня в ступке грецкий орех, который я тоже должен измельчить. Туда-сюда из ступки перекладывать неудобно. А зира, молотая у меня нету, а для того, чтобы получить максимальный аромат, нужно купить немолоту. Значит, немолотую я купил, чтобы не мучиться с ней в ступке, потому что она, знаете, какая? Вязкая. Тяжело ее разобрать. Она как мочалка. Она же не такая хрупкая, например, как что? Как соль. Поэтому вот та самая кофемолка, тот самый шнурочек. И о, какой шнурочек-то? О, сразу видно. Может быть и китай, но зато правильный. Они как утюги, у которых шнур 15 сантиметров. Ты не можешь ими гладить, потому что от розетки не двигается никуда. Сюда зира. Крышечка раз. Опа. Я в этой кофемолке кофе не перемалываю, иначе она будет у меня с ароматом специй. Я ее держу только для специй. Для пряностей. Пряностей, правильно сказать. Так, смотрим. О, класс. Еще немножко. О, открыл. Аромат свежемолотой зиры, это, конечно, что-то. И вот тут я сегодня не смог, до рынка было далеко идти. Машины не было, а зира здесь под боком продается только иранская, крупная вот такая. Поэтому идея была, если была мелкая узбекская, я бы ее и так не перемалывая на баранину посыпал. А тут надо перемолоть, чтобы кусков зиры не получилось. Кисточку надо такую иметь отдельно. Какую-нибудь ворсистую. Это, знаете, у меня супруга еще и рисует. Она, у нее миллиард кисточек разных. Я говорю, какой ты кисточкой меньше всего пользуешься, дай мне ее. Потому что я ее, конечно же, всю испохаблю с помощью всевозможных штук. Но, знаете, вот должна быть одна кисточка такая. Или купите прям хорошую. И синтетику. Не надо там беличий хвост и так далее. Купите обычную синтетическую. Сметать вот такие вещи. Смотрите, мелко рубленные специи, пряности, смеси. Все, что есть в кофемолке, конечно, получается просто огонь. Все, отставляем кофемолочку. Все, в крышечке у меня зира. Я ее откладываю. Значит, в ступке у меня грецкий орех. Я его должен немножко размять. Но я подумал, знаете, что вначале давайте сделаем с бараниной что-нибудь путнее. У меня окорок. Кусками нарубленный. Оп. Вот так вот. Здесь косточки нету. Мне нужны отбивные. Поэтому я ее не просто буду отбивать, а я разрежу на мышечные волокна. Зачищать не буду. Посмотрим только. Нужно посмотреть обязательно, чтобы не было никаких лимфоузлов. Все, я в каком-то видел просто лимфоузел. Посмотреть, чтобы никаких не было лишних здесь трубочек и всего, что с этим связано. Где-то я видел. Какой-то был кусок с лимфоузлом. Я еще посмотрел такой, думаю. А, вот он. Вот кусок с лимфоузлом. Смотрите. Видите, он по цвету какой. Его прям он в середине бедра, да. Как раз делать баранину ролик есть, можете глянуть. Я там как раз объясняю, где лимфоузлы находятся. В бараньей ноге. Все, это вот как раз центральное под коленом. Вот этот жировой кусок, в котором находится лимфоузел. Нарезали барана как колбасу. А многие люди, знаете, как... Ну вот им нарезали на стейке. Бери и жарь прям. Казалось бы, да. Но нужно все время смотреть. Неважно, какой формы и какого размера у нас будут отбивные. Поэтому, в принципе, разделываем. Эти оставляем. Эти оставляем, отобьем. И так. Значит, вот эти разрезаем вдоль. Но не до конца. Потом выворачиваем. Ну, разворачиваем как книжечку. И все таким же образом подготавливаем все остальные части. Кстати, вы можете так и с говядиной, и со свининой, и с чем угодно поступать. Так, я это все дорежу. Мясо светленькое, красивое. Отбиваем все мясо, чтобы у нас получились вот такие вот тонкие отбивнушки, разбитые. Можно с этой стороны тоже, если пленочка есть, чтобы она немножко разбилась, чтобы не стягивалось во время тепловой обработки. Все остальное то же самое. В общем, не переживайте, что здесь есть какие-то жилки. Самое главное... Знаете, о чем я подумал? Я, конечно, не Федор Емельяненко, но из барана отбивную с помощью алюминиевого молотка я сделать могу. Это же... И вы тоже можете. Только не у всех, конечно, есть фамилия Емельяненко. Так, чтобы прям раз и провести такую параллель. Типа Емельяненко туда-сюда. Я вот мечтаю, например, нам надо будет как-нибудь снять рецептик вместе с Федором Емельяненко. Вот прям ее надо заморочиться как-то. Будет интересно, мне кажется. Во всяком случае, не для всех, но для мальчиков точно. Потому что странным образом, вот я как мальчик и как... Ну, все же... Хорошо, не все. Но большинство же мальчиков увлекаются машинками, оружием и драками всякими. Поэтому я посматриваю всевозможные бои про Федора Емельяненко. И знаете, мой опыт путешествий по России и бывал в разных местечках показывает, что все мужское население, какой бы возраст ни был, когда там ваша фамилия Емельяненко, они такие, Емельяненко, да? О, а Федор не ваш брат? Я, да нет, конечно, не мой брат, но я просто однофамилец. Ну, как бы мальчики все такие, типа раз, реагируют на эту фамилию. То девочки, все как одна, не встречались любители боевых искусств, и все как одна девочки говорят, Емельяненко, Емельяненко или Емельяненко. То есть люди переспрашивают девочки про ошибки. Для меня всегда так, типа, ё-моё, что девочки вообще не знают, что существует такой боец, как Федор Емельяненко. Значит, на отбивные мне нужна соль. Вот она. Просто подсолите отбивные и всё. Честно признаться, вот из баранины я, конечно, я просто баранину сам люблю, я вот смотрю на них. Я очень редко делаю отбивные. Вот на канале вообще не было отбивных же никогда. Первая отбивная. Поджигаем сковородочку и включаем плиту. Включаем плиту. Смотрите, что я делаю. Я включаю верхний нагревательный элемент, да? Он выглядит как зубчики сверху. Нам нужно, чтобы вот этот верхний нагревательный элемент, он максимально сжарил всю эту штуку. Пока у меня сковородка нагревается, и на ней нагревается небольшое количество растительного масла. О, давай, кошечка миленькая, последнюю капельку. Оп, оп, оп. Всё, это мусор. Но вы не переживайте, у меня ещё есть одна, поэтому... Легендарная сковородка. Оттереть уже ничем не получается. Мочите меня комментами. Но зато жарит исправно. Сколько лет? Я не знаю, лет 10 ей уже. Сталь немецкая. Супер. Значит, быстренько мнём грецкий орех. Мне масла грецкого ореха не надо, поэтому, знаете так, когда видите, что уже крупных кусков нету, ну и всё. И бросьте его мять. Отправляем жарить туда барашка. Эти отбивные вот сюда вот пока... Ну, частями будем жарить, понятно. Да? Остатки лука. Это у меня остатки от ролика про лук. Как чистить лук. Если вы ещё не посмотрели его, пожалуйста, гляньте. Может, какую пользу для себя там найдёте. Так, лучок у меня порезан. Всё, долго жарить не надо. Я сейчас их... Они даже, видите, немножко сыроватые получаются. Сюда складываем, а сюда другие. Сюда идут другие. Блин, два кусочка осталось. Вернее, один большой и три маленьких. Теперь картошечка. Картошечка у нас вот в каком виде. Значит, нам нужно вначале её нарезать тонкими пластинками, а потом тонкой соломкой. Но я же повар, у меня есть куча бонусов. И потёрка-мандолинка, которую я каждому рекомендую приобрести. Они разные бывают у разных производителей, разных видов конфигураций, в разных интернет-магазинах. Но у нас тоже она есть. Вот, смотрите, это для облегчения, так сказать, процессов. Вот такие вот слайсики. Удобнее просто резать. Быстренько сюда. Так, всё сюда. Все соки. Сюда мы отправляем остатки отбитой барашки. Отбитого барашки. Подливаем масло в огонь. Всё, пусть жарится. А, значит, я ещё одну картошечку. Шинкану. Главное, пальцы не подставляйте. А то можно там, знаете, пошинковать. Есть тёрочки такие, очень-очень острые. Теперь, как делают китайские мастера, они вот так вот всё это размазывают по доске и начинают шинковать. Раз-раз-раз-раз-раз-раз-раз-раз-раз. Когда вся доска заваленная, это делать не очень удобно, но мы же со всем справимся. Здесь дымовая завеса. Всем видно, всё понятно. Теперь я пока что выключаю газ. И возвращаю все куски мяса вот сюда. Горячий. Всё, дорезаю картофанчик. Я прям предчувствую, как комментарии пошли. Ну, это, конечно, заморочка, Василий, заморочка. Ну, какая-то заморочка, друзья. Это блюдо вообще-то из самой, из самого центра советской кухни. 92-й, что ли, какой-то год. 93-й. Ну, 90-е, в общем. Очень популярное блюдо советской кухни. Столовки, все просто от него ломились. И вообще, это всё шикарно. Повара, значит, гламурных ресторанов переделывали его под себя. Это же называется мясо под шубой, если вдруг вы родом из советского прошлого и помните. Я вот, например, это блюдо встречаю сейчас очень редко, ну, потому что по столовкам не хожу, беспокоюсь за своё здоровье. Но иногда на Алтае я в прошлом году ехал из Барнаула в село Алтайское, в Алтайское холмогорье туда. И вот мы как раз останавливались в одной какой-то придорожной столовке. Ну, там я вот видел прям на картинке. А-а-а! Острый нож, блин. Отхватывает, отхватывает ноготь. Дай бог. Слава богу, не порезал. Но пол ногтя нету. Вот эти штучки тоже можно, знаете, вот так вот сделать. Соломка должна быть тоненькая. Почему? Потому что блюдо само уже готово. И нам его в духовке доводить нужно недолго. Всё. Теперь следите за руками. А, ёшкин кот, я думаю, смотрел сегодня на эту тёрку, прям не такой думаю, доставать её или не доставать. Доставать, не доставать. Думаю, а, вроде не нужна. Нужна, блин. Обычная нужна тёрка. Наша, российская, не гламурная. Негламурная, импортная. А-а-а! Баранинка, что надо. Теперь где у меня пеппер, пеппер, чёрный пеппер обязательно вот сюда. Вот сюда. Обильно. Баранинка любит такие вещи. Ё-моё, чеснок. Полез за перцем. Полез за перцем, увидел чеснок, вспомнил, что чеснока у меня нет. Так, перчик красный. На любителя. Кто хочет, добавляем, кто не хочет, не добавляем. Перец помыл, чтобы он у меня в мясной доске не был. в мясе не был. Чеснок. Значит, комменты по поводу мяса по-французски неуместны. Поэтому не пишите. Это совершенно другое блюдо. А то, что технология, так у всех супов тоже одинаковая технология. Есть жижа, есть гуще. Да? И не нужно называть министроны борщом, потому что это совершенно разные супы. Это я к тем, у кого цель жизни хейт. Ненависть, ненависть. Ты все делаешь неправильно, ты плохой повар. Да, да, да. Баранина будет в таком варианте просто шикарная. Лучок. Лучок. Значит, часть лучка вот так. Часть вот так. Зира. Значит, смотрите, лук, если его оставить самим по себе, будет подстава. кислятину даст. Можно, конечно, обжарить. В рамках ресторана, возможно, и неплохо было бы, если есть свободные руки. Но в рамках дома давайте оставим его сырым. Обильно засыпаем вот сюда лучка еще добавляем. Теперь соль. Лучок солим солью. Вот так. Теперь грецкий орех. Грецкий орех. Видите, как бы зира, соль, грецкий орех между вот кусочками лука. Почему я не режу его полукольцами или какими-то шматками? Чтобы он там везде присутствовал и чтобы вот эти детали, так сказать, его разделяли там внутри. Большой шматок нагреется и будет вот как будто бы он вареный. А здесь хотя бы у нас есть шанс, что каждый кусочек лука чуть больше прогреется. Немножко на пару градусов больше и тогда успех блюда будет выше. Теперь остатки зиры. Специи, пряности можно использовать любые. Так, но у меня здесь только зира. Дальше сыр. Вот для чего мне нужна была вот эта терка. Сыр вот какой. Я когда размышлял над блюдом грецкий орех, баранина, лук, зира. Я подумал, сулгуни. Только не тот сулгуни, который на рынке у грузинов продается. Настоящий. А это не настоящий. Это магазинный фабричный сулгуни, который хорошо плавится, не имеет той ароматики шикарной. Ну, просто знаете, как замена моцарелли, грузинская моцарелла такая. Значит, и вот теперь засыпаем всю нашу составляющую сыром. Прямо сплошным слоем засыпаем, чтобы у нас мясо не видно было. С одной стороны здесь можно было бы, помните, как я в одном из роликов курица по-эмеретински, когда сулгуни как раз рассказывал, что почему эмеретинский сыр, вот этот, он очень похож на творог, он рассыпчатый, или можно его заменять адыгейским, который не плавится и может служить вот тем разделителем между кусочков сулугуни, если сулугуни у нас, что происходит в хачапури по-аджарски насыпают сыр, а потом яичко и так далее, вы это все знаете, хачапури лодочка называют, или как, ну, по-разному в разных регионах, я встречал совершенно необычные названия, суть остается сутью, лодочка и сулугуни. Если у ней родивого грузина, знаете, ведь не хочу никого обидеть, но среди русских есть куча поваров, которые говорят, мы повара в ресторанах работают, да, ты смотришь на блюда и думаешь, но это совсем не повар. У грузин точно так же, у китайцев, итальянцы понаедут, я повар, смотришь, да ешкин кот, ты там вообще ничего, я больше про итальянскую кухню знаю. У грузин тоже есть нерадивые повара, которые кладут только сулугуни в хачапури по-аджарски. Вот он пока горячий из печки, тебе принесли, если в 3 секунды ты не обожжешь сирот и не съешь этот хачапури, то он еще более-менее съедобен. Но как только он начинает остывать, сулугуни превращается в дерево. Его не живешь резиновый сапог. Для этого существует эмеретинский сыр, который как раз таки натертый сулугуни смешивается с эмеретинским, а он его делает рыхлым и не дает склеивать. Он получается не как сапог. Так и здесь. К чему я все это вел? Что можно сюда в этот сыр еще и какого-нибудь творожного добавить, вот типа эмеретинского, чтобы оно не склеивалось. Все, распотрошили. Сильно много не надо, а то будет как подошва, о которой я только что рассказывал. А так она просочится туда, но и будет неплохо. Да, и чеснока не жалейте. Чеснока не жалейте. Теперь картофанчик. Вон видите, за это время пока тут попытка была окислиться. Засыпаем все это картофаном не очень толстым слоем, чтобы он правильно пропекся. Вы все без меня знаете прекрасно. Что я вам рассказываю? Будем молча делать ролики молчаливые. Нет, нет, да сейчас кто-нибудь напишет. Чувак, что там это? Что там это? что там? Так. Значит, ну вот. Закладываем вот такой вот шапкой картофан, чуть-чуть соли. Вот так вот сделаем, раз у нас все равно здесь на столе грязище у меня. И отправляем в духовку. В зависимости от объема значит, выбирайте время. У нас мясо снизу, да, кастрюлька вот такая. Я температуру немножко уменьшу. Если будет сильная температура сверху, быстро подгорит и не успеет прогреться. Температуру уменьшаю на 190. Верхний нагревательный элемент. Духовка полностью разогрета. Отмеряем 15 минут. Смотрим, если картошка не заколируется, потом увеличим температуру еще на 5 минут. Нам сейчас главное пропечь картошку. Все остальное готово. От 15 минут осталось 5. Давайте глянем. Да, вот тут надо видите аккуратно. Короче, когда вертикальный нагрев работает активно. Видите, некоторые остальные не хватает чего-то. Чего не хватает? Масла не хватает? Я стою и размышляю, думаю, температуры нам не хватает, масла не хватает. Давайте маслом смажем еще минут на 10-15 поставим. Ну, то есть здесь вот такой объем, что нужно под него подстраиваться. Масло вот это на картофанчике, да, вот как почему она золотистая становится во фритюре. Масла много, рахмал начинает в масле карамелизоваться. Красиво получается. Ну, и заодно вот эти вот, то, что у нас тут сырные штучки. Все, маслицем смазали. И вперед! Руками главное не хватайтесь за металлическую. В итоге моя плита повела себя так. Я 15 минут на верхнем жаре продержал. Картошка начала колероваться, а та, которая на сантиметр ниже, она оставалась чуть сыроватой. Маслицем я смазал и отправил на общую, общий нагрев в духовке. Не только верх, а общий. И продержал еще 15 минут. Итого, всего 30 минут результат примерно такой. Понятно, вся не закарамелизовалась. Это диктором когда-нибудь стану, нужно будет корабли лавировали, лавировали, да не вылавировали. Вот, короче, о, нормалек, тут корочка такая образовалась, она сплелась друг с дружкой. Натертая картошка быстрее пригревается, быстрее жарится. Удобнее, да? Возьмите на заметку, не только для этого блюда, а вообще для всего. Вот же у меня есть перчи. У меня жена долго смеялась. Я говорю, дай мне мои перчи. Она такая, какой перчик? Я говорю, не перчик, а перчи. Это такое сослагательное какое-то преобразование от слова перчатки. Перчатки типа сленг перчи. А если маленькие перчатки детские, то перчики. Гениальная русская мысль, да? Я это с детства знаю, никто это не сам придумал, это общественное мнение. Так, значит, для пробы мне нужна тарелка. Ух ты, как она такая стала. Теперь самая главная задача я туда выговорить. Аккуратно, чтобы не поцарапать сковородочку. Значит, когда ее вынимаешь из сковороды, вот так она выглядит, когда она еще в сковороде. Вон, какой сок там течет прям. мясо просто нежнятина. Так, смотрим, что у нас здесь с картофанчиком, сулугунчиком. Тянется, тянется, тянется. О! Посмотрите, я, конечно, переживал, что сулугуни за 30 минут во что-то превратится. Ничего никуда не превратился. потрясно! Друзья, хочу сказать вам, только не пересаливайте сулугуни. Попробуйте вначале. У меня так, на грани прям, на грани пересола. Я совершенно забыл, что сулугуни на рынке-то понятно. Ты приходишь, пробуешь его и помнишь об этом. А тут магазинные красивые упаковки. Тоже, зараза, соленые. Лучок похрустывает. Вот сколько времени прошло. Ну-ну-ну-ну-ну. Горячо? Вкусно? Лук похрустывает, но как бы даже непонятно, что это лук. Понятно. Меня хруст не смущает. по вкусу зирая грецкий орех. Убрали вкус барана, но ты понимаешь, что это баранина. Картофан пропекся весь. столько времени держать его в духовке. Если вы засунете туда обычный вот этот российский сыр какой-нибудь, три Артура, не знаю, как там, брат Артура, сулгуни здесь идеально подходит. Он нейтральный. Можно моцареллу. Должен быть нейтральный сыр. Оставьте вкус зиры, грецких орехов, картошки и баранины. Все. Простейшее блюдо, вкус потрясающий. Я, как мы уже привыкли говорить, перо из жопы совы, кстати, очень хорошо зашло в массы. Буду помаленечку развивать вот это вот. Ну все, теперь буду готовить родственникам две недели. Привет всем блогерам!